ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ Посмотрим, о чём сегодня нам расскажет энциклопедия кораблей. Открываю... Ага, Галера приключений. Корабль английского капитана Уильяма Кида, нанятого в конце 17 века для охоты на пиратов. Охотник на пиратов? Интересно. Однако капитан Кит сам был признан пиратом и отправился под суд. Да. А как такое могло случиться, капитан Бинокль? Морского волка сгубили интриги, Петя. Но для начала подкрути ко мне резкость. Я покажу тебе Галеру приключений. Смотри, вот она. 34 пушки, 3 мачты, скамьи для грибцов. Так это настоящая Галера? А я-то думал, что это просто название. А Галера с рабами на веслах остались далеко в прошлом. Само название Галера в широком смысле означает боевое парусно-весельное судно. Подобные суда исчезли только после появления пароходов. И куда же Уильям Кит на ней поплыл? Прежде чем куда-либо отправиться, он заручился поддержкой британских властей. Получил разрешение короля захватывать суда враждебных стран. Британские вельможи помогли ему снарядить судно. А Кит обязался через год привезти им богатые трофеи. Так он отправился ловить пиратов или сам заниматься пиратством? Галера приключений отправилась за шальной удачей и ловить пиратов и охотиться за чужими торговыми судами. Но ни те, ни другие не попадались почти год. Экипаж начал роптать, что добычи нет, и взбунтовался. Матросы требовали захватить первое попавшееся судно. А, догадываюсь. Капитан Кит решил грабить английские суда, чтобы успокоить экипаж? Нет. Галера приключений захватила судно с французскими товарами. Оказалось, судно принадлежит индийскому вождю. Вождь в отместку бросил в тюрьму англичан, живших в Индии. Чтобы его умилостивить, британские власти объявили капитана Кида пиратом. Ну, то есть, отреклись от него. Кит вернулся в Англию, чтобы оправдаться, но там его отправили под суд. Говорят, он успел спрятать часть сокровищ на некоем острове скелетов. Многие пытались их найти, но безуспешно. Да и были ли сокровища? Свою тайну генерал Галеры приключений никому не раскрыл. Вот и верить им британским вельможам после такого. Всю вину на простого капитана свалили. Морские легенды